Привет, как ты? Я хорошо, спасибо. Меня зовут Веня. В свободном времени я люблю смотреть ТВ, путешествия с друзьями, я люблю расслабиться, конечно, да, 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 да. Я люблю учить географику, например, Лондон – Капитал Бритии. Ты знаешь? Когда ты знакомишься с новыми людьми на английском, хочется сделать это уверенно, естественно, натурально и показать ваш персоналит, показать ваш характер, а не звучать как ходячий учебник. И то не самый хороший. Сегодня мы разберемся, как правильно представиться, какие фразы использовать и, так скажем, этикет вот этих вот новых знакомств на английском языке. Поэтому, если вы готовы завести миллион новых друзей, поехали! Номер один. Приветствие задаст тон. Да, в английском языке не совсем есть четкое разделение формальной и неформальной речи, как, ну, знаете, привет, здравствуйте, здоров. И ты, и вы в английском языке такого разделения нет. И поэтому, как каждый человек предпочитает общаться, это зависит от него. И поэтому ваше первое приветствие задаст тон всему последующему разговору. Например, простые очень hi или hey. В этом нет ничего обидного, оскорбительного или неуважительного. Hey – это просто привет. Hey – это то же самое, что hi. Но это более расслабленное, casual, неформальное приветствие. Если вы хотите что-то более формальное, что-то более, ну, наверное, профессиональное, то у вас здесь в зависимости от времени дня. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Но не good night. Good night – это так мы говорим пока, а не привет. Good night. Ну и, конечно же, спросить, как дела – это большая часть этикета. Но еще одна большая часть этикета – это отвечать на этот вопрос очень общими понятиями. How are you? Это – это – it's okay. Но вы можете, например, в неформальной ситуации соединить привет и как дела в одно и сказать What's up? Или Hey – what's up? Hey – what's up? Это значит – привет, как дела? Hey – hey – what's up? И на What's up вы отвечаете – nothing, nothing much, not much. Вот вам три популярных ответа, что значит – ничего особенного в моей жизни не происходит, все нормально. Вот что это значит. Hey – what's up? Not much. What's up? Nothing. И вот так вот начинается разговор. Nothing much. Еще, конечно же, у нас есть – how's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Ну и как дополнение к приветствию – nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Если вы этого человека уже видели когда-то и знакомились с ним, то good to see you. Good to see you. Второе – называйте ваше имя. И нас, конечно же, учили. My name is… Бла-бла-бла. И это, конечно же, абсолютно грамматически верно и все хорошо, но это сама фраза My name is… Ну, это прям учебник. Это ходячий учебник. И мы говорим My name is только в каких-то прям, ну, супер, ну, я не знаю, формальных ситуациях. И то не всегда. Я, например, никогда вообще практически не говорю My name is… Я говорю I'm… I'm Venya. Типа Hi, I'm Venya. Привет, меня зовут Веня. Hi, I'm Venya. Так намного проще, короче и не так, знаете, деревянно и угловато как-то. Hello, my name is Venya. Ну, это какое-то аудирование пятый класс. Ну, если у вас есть какое-то прозвище, например, которым вы предпочитаете, чтобы люди вас называли, например, меня зовут Веня, но мой никнейм – это, я не знаю, Rex. Что? Например, я не знаю, не мог ничего лучше придумать, поэтому я говорю Hi, I'm Venya, but I go by Rex. Что за тупость? Не называйте меня так, пожалуйста. Но да, I go by – это значит, типа, люди меня называют так. Меня зовут Веня, но люди меня называют Rex. Никто меня так не называет. Но да, вы говорите Hi, I'm – ваше имя, but I go by – как вы хотите, чтобы вас называли. И когда я знакомлюсь с людьми и я беру на себя вот эту вот проактивность и эту инициативу, то я просто говорю Hi, I'm Venya. What's your name? И все. What's your name? Следующее. Ну вот я выучу все эти фразы, а дальше что? Ну как что, будешь использовать их в речи, в письме, улавливать их хорошо на слух? Скорее всего забуду их. Теряешь мотивацию быстро. Ну да, ну плюс никто из моих друзей не пытается прокачать английский, и одному как-то не очень. Ты не один. С нами учатся тысячи. И не просто учатся, а стремительно прыгают с одного уровня на следующий. Ну мне, наверное, надо будет с нуля начинать. Ну и отлично. На днях как раз стартует наш курс с нуля до базового уровня. Это основа основ, которую обязательно надо знать. А если ты серьезно настроен победить английский, бери сразу Set. Покупаешь с нуля до базового и Elementary до Intermediate, и получаешь в подарок самый популярный наш курс от Intermediate до Advanced. Слушай, а прикольно. А на сколько дается доступ? Я успею пройти? Успеешь. Доступ на год. Но сначала пройди небольшой тест, потому что вдруг тебе нужен будет другой Set от Elementary до Intermediate, от Intermediate до Advanced и произношение. Окей. А где это все взять? Ну как где? Все ссылки в описании. Дальше. Вот это вот очень tricky, tricky, tricky. О себе. У меня разблокировались какие-то травматические воспоминания, что мы прям рассказывали всю свою background story. Типа вплоть до того, какие у меня хобби, чем я люблю заниматься в свободное время. В реальной жизни людям пофиг, чем вы любите заниматься в свободное время. Они не спросили. Если они не спросили, они не готовы к такому ответу. Поэтому самый basic – это откуда вы и кем вы работаете, в зависимости от ситуации. Поэтому, если вы в Америке, с кем-то познакомились, мы в Л.А. Where are you from? Oh, I live in West Hollywood, but I'm originally from название страны. Originally from. Это значит, я оттуда, ну, родом. I'm originally from Missouri. Ну и когда вы говорите о том, кем вы работаете, вы тоже говорите I'm. I'm a student. I'm an English professor. I'm a lawyer. I'm an accountant. Или если вы хотите добавить кто вы и где вы работаете, то вы можете сказать I'm an accountant at – название компании. Или I work as an accountant at – название компании. Например, I work as an accountant at Google. I work as a lawyer at McDonald's. Ну и все, здесь вы не хотите прям вываливать очень много. Вот эти вот стандартные сценарии представления себя, чем я люблю заниматься в мои интересы, чем я люблю заниматься в свободное время, это никому не интересно, только если они не спросили. И то им не всегда интересно, даже если они спросили. Да, в Америке это такой этикет просто. Показываем вежливость через интерес к личности, даже если он не настоящий. И спросить, как дела, и ответить просто good – это тоже нормально. Если вас спросили, как дела, вы ответили good, вы должны спросить в ответ what about you, how about you, одно и то же. Но вы не хотите выкладывать слишком много личной информации, слишком много или настоящих каких-то факторов, типа как дела? Все плохо, у меня сломалась машина, и потом у меня там бла-бла-бла, и вот этот день вообще ужасный, никто этого, если этот человек не близкий вам человек, никто этого не хочет слышать. Потому что вы тоже не хотите такого слышать от какого-то незнакомого человека. Поэтому здесь следующий аспект – это важность правильных вопросов, это очень-очень важный, это культурный аспект. Вы не хотите копать слишком глубоко с человеком, когда у вас нет такого намерения, или такой установки, или ситуация этого не позволяет. Я сейчас объясню, что это значит. Например, вы на каком-то мероприятии просто познакомились с каким-то человеком рандомно. Тут вы вообще должны, surface level, вообще никаких глубоких вопросов о жизни. Но если вы, допустим, на первом свидании, то ваша цель, уже вы туда идете, цель узнать друг друга получше, поэтому здесь можно немножко покопать, но опять-таки не сильно-сильно глубоко. Но стандартные вопросы, типа, what do you do? What do you do? Это, кем ты работаешь. What do you do? What area do you live in? В каком районе города ты живешь? What area do you live in? Ну, если прямо это вообще важно для данной ситуации, what do you like to do in your free time, это окей. Ну, я бы так не задал вопрос даже на свидании, ну, what do you like to do in your free time, это вы как будто, знаете, census какую-то, анкету заполняете, опрос населения. What do you like to do in your free time? I like long walks on the beach at sunset, бла-бла-бла. Ну, типа, не знаю, я бы спросил это по-другому. What are you passionate about these days? What are you passionate about these days? Типа, какие у тебя интересы в это время, в этот период твоей жизни? Что ты обычно делаешь на выходных? Что ты обычно делаешь на выходных? Так, что вы делаете на выходных? Совет номер пять. Старайтесь избегать вот этих вот шаблонов. Да, у вас есть в голове, как разговор должен пойти, вы это учили там в учебниках, всякое такое, но вам нужно, так скажем, go with the flow. И куда идет разговор, туда вам нужно и заходить. Особенно, когда дело доходит до уровня формальности, потому что, опять-таки, четких правил уровня формальности в английском языке не существует. Даже в формальных ситуациях речь может быть неформальной. Все зависит от человека, как человек задает тон. Человек разговаривает с вами так, как этот человек хочет, чтобы вы разговаривали с ним. Поэтому, если этот человек не сказал, hey, what's up, а сказал, good evening, то тут вы уже понимаете, какой настрой. Поэтому, вам нужно немножко менять ваши реплики и подстраиваться под именно тон этого разговора. В Америке люди сами по себе, ну, нет, я не могу говорить в Америке, потому что я служу по Лос-Анджелесу. И Лос-Анджелес это такой пузырь. В Лос-Анджелесе, как правило, нет формальных обстановок в целом. И даже все самые крутые бизнес-встречи, на которых я был с большими киностудиями, типа, Networks для сериалов, музыкальными лейблами, они все были неформальные. В неформальной обстановке и с неформальным общением. И поэтому, если вы будете в формальных ситуациях, даже на работе, люди общаются друг с другом неформально. Босс с employee и обратно. Поэтому в формальной обстановке, если вы будете чуть более расслаблены, никто в Лос-Анджелесе на вас косо не посмотрит. Однако, если вы будете в неформальной обстановке, чересчур формальной, то вот этого нужно избегать. Поэтому будьте внимательны и сильно не за... усложняйте вашу речь в неформальных обстановках. Следующий тип. Когда вы знакомитесь с кем-то и пытаетесь узнать чуть больше об этом человеке, используйте открытые вопросы. Конечно, закрытые вопросы помогают перейти на следующую тему, но в дальнейшем все равно открытые вопросы применяют намного лучше. Вы любите спорты? Да. И тут вам нужен открытый вопрос. Какие спорты вы любите? О, вы делаете какие-то спорты? Или просто смотрели? Вы делаете какие-то спорты в школе? Да, я делаю. О, что вы делаете? Да, типа вот всегда старайтесь на открытые вопросы, потому что, когда вы разговариваете с человеком в английском, в американском менталитете, в английском языке, в целом, человеку нравится разговор с вами, если вы этому человеку дали хорошие возможности поболтать о себе. Ну и, конечно же, small talk. Small talk – это загадочная вещь для многих людей, но small talk – это абсолютно нормальная вещь. Думайте о small talk как… У small talk есть две разные функции. Функция номер один – это conversation starter. Безобидный conversation starter. Функция номер два – это заполнить пустое место или неловкую какую-то ситуацию. Например, я еду в лифте с человеком, и мы едем очень долго вдвоем, и мне это пофиг, но этому человеку, например, некомфортно с другим человеком в молчании быть, я не знаю, 30 секунд. Поэтому этот человек говорит, И потом у этого человека есть добавить возможность еще какого-то… И это безобидный разговор ни о чем. Этот разговор – это пустой разговор. Он как был, как его не было, ничего не поменяется. Но это культурный код. Так люди делают. Люди хотят этого делать. Если они хотят, они это делают. И темы – это какие-то текущие ситуации, в которых вы находитесь, как лифт. Погода – это одна из самых просто банальных, но супер юзабл тем в любую вообще ситуацию. Погода улучшает. О, это очень хорошо сегодня. О, это очень холодно сегодня. О, мой бог, это очень холодно. О, мой бог. Все, что связано с погодой – это тоже безобидная какая-то сторонняя тема. Не говорите про политику. Например, у нас вот через несколько дней выборы президента, и я не буду в лифте с незнакомым человеком говорить об этом. Это точно. Сто процентов. Я не буду говорить про политику, я не буду говорить про религию, но я буду говорить про какие-то наши shared experiences. Ситуация в лифте – это shared experience. Погода – это shared experience. В магазине продукты подорожали, инфляция – это shared experience. Типа такие безобидные. Election – это тоже shared experience, но острые темы, на которые люди могут не соглашаться друг с другом, от этого лучше держаться в стороне. Поэтому думайте про безопасные темы. Даже если вы хотите говорить про спорт, потому что была какая-то игра важная вчера и вы ее смотрели, говорите это таким образом, что не подсказывает, что вы поддерживаете одну из команд и другую вы ненавидите. Типа… The game was fun. Вы можете упомянуть, типа… Yeah, I'm a Seattle Seahawks fan, and I'm, you know, a little sad that they're lost, but at least it was such a fun game. Типа, да, вот средняя позиция. Для small talk – это всегда очень важно. В Америке есть свобода слова. Америка – это страна, где вы можете выражать свое мнение как хотите. Просто будут последствия. В зависимости от того, какое у вас мнение. Ну, свобода слова есть. Но в таких ситуациях, когда вы с человеком не так близки или не знакомы, люди не заслуживают честных мнений друг друга, если они не близки. Вы можете спрашивать про путешествия. Вы можете говорить про книги. Там типа, ну, я не знаю, про путешествия. Вы можете начать с того, что… It's so cold. I feel like I need to go on vacation somewhere. To lay out by the pool or go to the beach. И человек может поддержать этот разговор и что-то начать говорить тоже. Про книги и там… Тут уже, знаете, это ниша такая. Типа, если… Это не из ниоткуда возникает. Если человек держит эту книгу и вы ее знаете. Вы можете спросить. Типа, оу, are you reading this? Do you like it? Is it good? Или если вы там, я не знаю, в лифте и в лифте реклама какого-то фильма играет и вы оба смотрите на нее и говорите I haven't seen this movie yet, have you? Is it good? Типа, что-то типа такого. Small talk. Если вы с кем-то познакомились на мероприятии, вот у меня, допустим, только позавчера такое было. Я стоял, ну, в очереди, грубо говоря, на суши, на этой вечеринке. И просто рядом со мной стоит человек. И он мне просто говорит, типа, It's so great that they have catering here. И я такой, yeah. And I also really love sushi. So that's great for me as well. И он мне говорит, yeah, I love sushi too. I can honestly eat sushi every day. Что-то типа такого. Я говорю, oh, yeah, what's your favorite roll or what's your favorite type of sushi? Because I like sashimi and stuff like that. И он такой говорит, типа, oh, yeah, I love sashimi. Tuna is my favorite. Я говорю, oh, tuna is my favorite fish too. To eat raw and uncooked. I like to eat salmon. И он говорит, oh, yeah, salmon cooked is much better than raw. But tuna raw is much better than cooked. И вот так вот у нас был целый разговор, а не о чем. И потом мы познакомились, говорили еще больше о разных других вещах. Это был networking party, поэтому мы познакомились, обменялись контактами. И, возможно, в будущем мы вместе над чем-то поработаем. Но началось все с tuna. Вот. Но избегайте, да. Как я уже сказал, избегайте политики, религии, каких-то личных отношений, личной жизни, личные финансы. Типа можно сказать, в магазине все подорожало, но начинать прям сильно про личные финансы говорить это слишком, это too much. Про здоровье тоже особо не говорите. Болезни, типа там, или вопросов, связанных со здоровьем. И вопросы о возрасте или внешности тоже стоит избегать, но это просто не культурно. Это даже дело не в английском языке. Тем более в таком городе, как Los Angeles, например, люди очень sensitive к своему возрасту, потому что тут, ну, это такой город, все хотят быть молодыми. И поэтому, когда какие-то начинаются возрастные разговоры или какие-то вы начинаете угадывать сколько лет этому человеку, типа, это не всегда приятно. Вот, ну, здесь просто, как говорится, rule of thumb, это используйте ваш common sense и старайтесь не обидеть, не оттолкнуть человека. Ну, знаете, small talk, это как толкать воздух друг другу просто. Но этот small talk либо никуда не приведет, либо приведет в новое знакомство, новый connect, новый контакт, романтические отношения, дружбу, все что угодно. Поэтому это тоже важный аспект культуры. Люди в Америке, у них понятие личного пространства очень-очень сильно развито, и поэтому вам нужно очень аккуратно подходить к человеку, прежде чем он эту стену сбросит. Поэтому вот, вот так вот вы представляете себя и знакомитесь с разными людьми в разных ситуациях. Поэтому, как говорится, go ahead, make new connections, make meaningful connections. С вами был Веня Пак, вы на канале NegoTripTV. Не забывайте подписаться на этот канал, если бы еще этого не сделали, и поставить лайк на это видео, если оно вам понравилось и вам оно показалось полезным. Как всегда, мы увидимся с вами в следующем видео. Bye!